Друзья, здравствуйте! Hello, la-la-la-la-la! Меня зовут Шабанова Мария Витальевна. Я врач-серапевт, врач-кардиолог. Я будущий клинический психолог. Друзья, я работаю и консультирую в городе Томске. Ко мне вы можете обратиться за консультацией, написав мне в WhatsApp или позвонив на телефон 8 906 948 60 07. Я консультирую, приезжая на дом, я консультирую по скайпу. И сегодня я хочу поговорить с вами о наболевшей непростой теме, о теме онкологических больных, о том, как не просто самому больному приходится с этим диагнозом и его родственникам. Друзья, основная проблема это в том, что не всегда понятно, сколько тебе осталось жить после оглашения этого страшного диагноза. И даже если понятно, сколько осталось жить, то прожить этот отрезок времени, жизнью, наполненной прекрасными какими-то моментами, порой совершенно невозможно. И непонятно, как это сделать. Сегодня я расскажу вам основные проблемы, с которыми можете столкнуться вы, как сам больной, так и как родственники, и о возможных путях решения этих проблем. Итак, первое, с чем сталкивается пациент и его родственники, это психологические защиты, которые выставляет наша психика, когда мы слышим диагноз онкология. Для того, чтобы мы не пошли и не повесились в этот же день, психика ограждает от этого. И первый очень мощный механизм защиты – это отрицание. Отрицание этого диагноза. Смотрите, как происходит, как видно это отрицание. Человек, которому сказали, что у него онкология, он смещает ракурс своего внимания с этого диагноза, переводя его на совершенно другие, на самом деле, какие-то неадекватные вещи. Это может быть какой-то… Он ищет у себя совершенно какую-то другую болезнь и начинает прикладывать все свои силы и возможности по лечению вот не этого, а вот и этого заболевания. В эту же игру начинают включаться родственники. Такие пациенты с родственниками начинают ездить по стационарам. Они начинают искать других врачей, хороших врачей, которые поставят им… которые подтвердят им совершенно другой диагноз, то есть тот диагноз, который они поставили себе сами. Вот. Следующий момент – это гнев. Когда пациент… Вы понимаете, что пациент, он все понимает. Он понимает, что он теперь достаточно конечен. Да, он понимает, что его конец не за горами. И также он понимает, что он сейчас занимается какой-то ахиней. И в нем рождается гнев. Прежде всего на самого себя. Но этот гнев начинают ощущать на себе родственники и медработники. Такой пациент может приезжать в клинику. Он может начинать требовать каких-то обследований для него. Он может себя вести разнузленно и развязно. Он может обзываться. Он может делать все, что угодно. Причем до этого это был совершенно спокойный человек. Для него не было это характерно. Такой аффект. Такое недержание аффекта. Вот. Что может еще быть? Когда человек узнает свой диагноз, он вместо адекватного лечения, которое ему предлагает онколог, он начинает лечить себя травками, бадами. Он начинает прикладывать какие-то книги к больным местам. На эту книгу люди ставят воду, заряжают эту воду от этой книги, начинают ее пить. Причем это происходит с людьми, да, то есть от этого не застрахованы сами медработники. Люди, которые, казалось бы, должны понимать все. Они начинают делать вот такую дурь, да, заряжать воду от этих книжек и лечить себя. Есть определенный процент людей, которые скрывают свой диагноз от своих родственников и от врачей. При этом они уходят очень болезненно, не получая необходимую палеотивную помощь. Палеотивная помощь – это помощь больному, который конечен, скажем так. И эта палеотивная помощь помогает ему уйти из жизни менее болезненно. Вот, скрывая этот диагноз, пациент обрекает себя на реальные большие муки. Друзья, я хочу вас предупредить, чтобы вы никогда не скрывали диагноз от пациента. Потому что пациент все знает. Он всегда все знает, что с ним происходит. И вот эта лживая такая атмосфера вокруг него, она пугает его в сто крат больше, чем вот этот диагноз. То есть он, понимаете, он начинает думать, что с ним происходит вообще что-то совершенно ужасное. Что касается диагноза рака, здесь не все так просто. Поверьте мне, что рак разных органов, он может, прогноз может быть очень сильно варьироваться. Да, от нескольких месяцев до нескольких лет. Все эти вопросы вы должны решить со своим онкологом. Если врач-онколог не говорит прямо, скажите вы прямо, спросите вы прямо. Доктор, сколько мне осталось жить? И врач вам скажет с примерное значение от до. Теперь, когда диагноз известен, чтобы избежать вот этих психологических защит и избежать, скажем так, какого-то неадекватного поведения, да, своего или своих родственников, лучше обратиться за помощью к психотерапевту. Психотерапию должен проходить как сам онкологически больной, так и его родственники. Самая большая беда, с которой сталкивается онкологически больной, это полоса отчужденности. Он становится одиноким, и это одиночество, оно безграничное, и оно настолько страшно, что даже намного страшнее, чем сам его диагноз. Он попадает в такую глубокую темную яму, из которой ему, во-первых, не выбраться, и сидеть там ему одному, и еще непонятно какое время. Почему происходит вот эта отчужденность? Потому что существуют такие вещи, как онкофобия. Например, люди начинают бояться онкологического больного, они боятся брать его вещи, потому что они думают, что они заразятся. Друзья, это полный бред, это мракобесие, онкология не заразна, и невозможно заразиться от ракового больного, вы ничем не заразитесь. Потом, вроде как, неловко, непонятно, о чем с ним разговаривать, обсуждать погоду или что-то еще, люди как-то стесняются, обходят стороной. На самом деле, первое, что нужно сказать, во-первых, нужно сказать правду, да, у тебя такой-то диагноз и у тебя такие-то сроки. Второе, нужно выслушать человека, нужно выслушать и быть с ним рядом, когда он рассказывает о всех своих страхах, о том, что с ним происходит, о том, чего он боится и так далее. То есть, вот этот открытый разговор, да, не сокрытие этой темы, а наоборот, открытая ее, скажем так, позиция, да, сказать, да, у меня рак, и да, я хочу об этом поговорить. Не перекладывать ответственность на чьи-то плечи, а нести ее самостоятельно, потому что это немножко детская такая позиция, например, переложить своего онкобольного родственника на врачей, да, вот пусть он там будет где-то в стационаре. Поверьте мне, в стационаре больному будет мне лучше, чем дома. Обговорить какие-то такие простые вещи, как похороны, как он хочет, чтобы его похоронили, он хочет, чтобы его зарыли в землю, или он хочет, чтобы его кремировали, он хочет, чтобы кто был его на поминках, где проводились эти поминки и так далее, и так далее. Вплоть до таких мелочей, какая бы там музыка играла, какие-то цветы, венки, вообще, что он хочет, да, об этом нужно говорить открыто, спокойно, без истерики какой-то. То есть это очень важный момент, причем, когда человек уйдет из жизни, то родственники, они не попадут в пучину отчаяния, там, в пучину виновности, еще какой-то. Они начнут планомерно выполнять то, что он завещал, да, то есть вот это первое сделаем, второе, третье, то есть это немножко как бы и помогает родственникам тоже, да, вот эта оговоренность действий, что будет после смерти. Вот, что будет после смерти. Если вы не находитесь в себе силы все это делать самостоятельно, обратитесь к психологу за психологической поддержкой. И поверьте, это действительно может сыграть очень хорошую, это обязательно сыграет хорошую службу и поможет человеку уйти из этой жизни так, как ему хочется. Уйти из этой жизни с какой-то радостью. И порой бывает, что вот именно этот короткий отрезок жизни, который пациент прожил после его диагноза, он был самым насыщенным и самым счастливым отрезком в его жизни. Друзья, я искренне желаю вам всего хорошего, я искренне надеюсь, что мои советы вам помогут. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok